Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем изучать мнения иностранных болельщиков о наших российских командах, выступающих в Лиге Чемпионов. И сосредоточимся на Локомотиве, которому сегодня предстоит тяжелейший матч против Мадридского Атлетику. И вот в преддверии этой встречи давайте разберемся, что же думают испанские фанаты касательно данной игры. На сайте inoprosport.ru были собраны самые интересные комментарии испанских фанатов на данную тему. Ну а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Многие из вас наверняка делают ставки на спорт, и мне хотелось бы посоветовать вам тот портал, где ставлю лично я. Это сайт OneWin. Там очень удобный интерфейс, там эксклюзивные линии и очень простая регистрация буквально в один клик. Поэтому выводить деньги там можно без комиссии и в любой валюте. И хотелось бы отметить, что вы можете воспользоваться моим эксклюзивным промокодом COSTYA200. По нему вы можете получить плюс 200% к первому пополнению, если пройдете по ссылке в закрепленном комментарии и введете этот промокод. Декарт написал, надо выходить и не давать локомотиву продохнуть с первых минут. Прессинг и напряжение у их ворот. Вот секрет победы. Ну что ж, если будет такой же настрой у футболистов, атлетику будет тяжело. Калько 72. Вперед на русских. Пеппер Рейн. Три очка в этой встрече будут иметь ключевое значение в этом турнире. Надо побеждать во что бы то ни стало. Рэндейл написал, коварный матч. Необходимо не допустить расслабленности, иначе локомотив может нас наказать. В ответ на это Фалькон Атлетий написал, полностью с тобой согласен. Нельзя поддаваться эйфории. Все мы знаем, что происходит, когда мы выходим на поле с не самым лучшим настроем на игру. Мы должны быть настроены на все 100%. Ну а мы будем ждать недонастроя, потому что это одна из главных надежд локомотива в этой встрече. Теркани. Надо быть осторожными. Локомотив поставит 9 игроков в своей штрафной площади и определит на острие одного нападающего, который будет стремиться подловить нас на контратаке. Кэмери написал, учитывая особенности локомотива и то, что они, вероятно, будут обороняться очень низко, я бы исходил в выборе состава из этого, что нам нужно готовиться к защитному сопернику, а стало быть, нужно выпускать больше атакующих игроков. Атлетику, 1966. Сегодня нам предстоит решить проблему хорошего советского автобуса. Давайте подойдем к ее решению с умом. Ну что ж, советский автобус – это намек на оборонительный стиль, который, скорее всего, будет в этом матче исповедовать локомотив. Хотя посмотрим. Николич ведь любитель атакующего футбола. Рэндейл. Боюсь, нам будет очень сложно вскрывать этот советский автобус. Ну, в ответ на предыдущий комментарий. И Вилья написал, сегодня пришло время для Лемара. Мне кажется, что локомотив очень сильно закроется против нас. Это шанс для тех атакующих игроков, которые раньше были не особо заметны. Ну, у Лемара пока что тяжело складывается карьера в Атлетику, тут не поспоришь. Индио, 13. Есть ощущение, что сегодня будет играть Коста. И это нам сильно навредит. Не думаю, что сейчас так уж важно сделать так, чтобы он остался доволен. Но его, скорее всего, выпустят в составе, потому что многие считают, что он недоволен положением в команде. Самое главное сейчас, это забить 2-3 мяча и не усложнять себе жизнь разными экспериментами в составе. Ну, вот касательно Диего Коста, считают, что это не самый подходящий вариант для атаки в этой встрече. Хотя у Атлетико сейчас, в том числе и за травм, не самый лучший выбор игроков передней линии. Поэтому, возможно, и Коста выйдет с первых минут. Атлетико, 19.66. Если удастся забить быстрый гол, мы победим достаточно легко, при условии, что не случится какого-то форс-мажора. Ну, а если мы не сможем забить быстрый мяч, то тогда очень важно не поддаваться эмоциям и не сходить с ума. Выход Коста, я считаю, подходящий вариант для этого матча. И я не согласен, что Коста должен остаться на скамейке. Он в этой игре может принести много пользы. Атлетико Мэн. Крайне важный матч, учитывая то, что здесь мы можем гарантировать себе выход из групповой стадии. Ну и Гиги Атлетико написал. Ожидаю, что изначально нам будет сложно взломать их защитные редуты. Но после того, как мы это сделаем, мы должны побеждать уверенно. И побеждать с большой разницей в забитых мячах. Потому что если Локомотив отойдет от своего защитного футбола и начнет открываться, мы сможем забить еще несколько мячей в контратаках. Ну что ж, здесь многие отмечают, что для Атлетико самое важное забить быстрый гол. И с этим не поспоришь. Действительно, для Атлетико это очень важно, потому что Локомотив, скорее всего, будет испарядовать защитную стилистику. И здесь для нас уже в свою очередь самое главное затянуть эту встречу и позволить ей уйти в более поздние минуты. Когда Атлетико уже начнет нервничать, когда они, ну допустим, за 20-30 минут до конца матча перейдут на навал, перейдут на прямолинейный футбол, тогда уже, можно сказать, матч будет у нас в руках. Самое главное затянуть встречу и играть надежно у своих ворот. И дальше тогда, чем ближе финальный свисток, тем больше начнет нервничать соперник из-за того, что может упустить очки. Ну и не забывайте проходить по ссылке в комментариях на сайт OneWin, где вы можете воспользоваться промокодом КОСТЬЯ200 и получить бонус в 200% к первому пополнению.